Вот вы, ребята, собрались на вечернюю прогулку. Сегодня у нас крайний день пребывания в Адлере. Завтра мы уже улетаем, пойдем до Мандарина, попрощаемся с набережной Чайка, посидим в грузинском ресторане и покажем вам виды вечернего Адлера, вечернего пляжа Чайка. Вот что-то вообще ничего не видно. Вышли мы поздновато. Сейчас, наверное, выйдем на свет. Вообще там включила, ничего не видно. Сейчас выйдем на свет, и я думаю, здесь уже будет более-менее видна обстановка. Ночная жизнь кипит в самом разгаре. Сегодня мы вышли немножко позднее, пропустили закат. Так что вот не знаю, как получится обзор. Народа, как обычно, очень много. Уже, к сожалению, ничего не видать. Мы засиделись дома и поздно вышли. Пойдем, ничего не видно. Темное пятно. Здесь ставлю паузу. К сожалению, не получится показать море вечерние часы. Но мы завтра еще днем пойдем. Утром, вернее, на море поснимаем. Последний денек вечерний бой. Последний денек мы завтра с утра будем на море. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наши зрители 12 числа сюда прилетает ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Конечно, когда на закате снимаешь, обзор получается так намного красивее. Молочные коктейли, шейки. Здравствуйте! Вечерние набережные все подсвечиваются. Это придает особую атмосферу набережной. Вечерние набережные все подсвечиваются. Вечерние набережные все подсвечиваются. Дестро Де Ла Мер. Де Ла Мер. Короче, не знаю, не вышедши. Как там эти французы говорят? Морской стиль. Все можно купить, не играя. Цена будет немножко другая, но дешевле, чем в магазинах у нас. Минимальная игра. Про Марта? Ага. Здесь тоже классная кафетерия. Несолая музыка играет на позитиве. Чем дальше, тем веселее. Вот еще один робот мороженое. Не дота руками на кнопу, выбить. Я, между прочим, в куртке в этой уже жарила. Мне вообще в куртке жарко, на самом деле вообще не холодно, но сегодня ветра нет, сегодня гораздо теплее, чем было, например, вчера вечером или позавчера. Вот так прикольно, 3D, съемка 3D, люди стоят вот на этой сцене, танцуют и вот их по кругу снимают, камера есть, очень классно. Так, и что Рома, здесь ребятишки тоже на аттракционах катаются. Что, пойдем через регат? Рубьем, конечно. Здесь, как всегда, веселье полным ходом. Наш настроение поднимает. Ну, мы так и не сходили в Африкат. Разменеет ты, ты же полный, самая лучшая на земле. Разменеет ты, я землее, сегодня моя самая лучшая. Прикольно, весело. Да, там, конечно, зря мы туда не сходили. А я ночью у него заберу, так? Ну, раз еще сегодня собрались в грузинский ресторан, пойдем в грузинский ресторан, как обещали нашим зрителям. Иначе нехорошо получится, если мы останемся во фрегате, да? А я бы осталась. Громко. Ну, можно сесть подальше, чтобы не рядом с колонками. Чтобы музыка не напрягала. Мы здесь какие-то детские поставили эти машинки. Их не было, по-моему, в прошлый раз. Мы здесь проходили. О, молодежь-то тоже. Боксует. Сейчас посмотрим, сколько он выбьет. Опа. Ладно. Мы будем подпадать, смотреть, сколько там баллов. Рома уже удрала от меня. Он не любит, когда я хожу с камерой, снимаю. И вот это немного напрягает. А мне нравится. Дарить себе хорошие воспоминания своим зрителям. Доlatавшая. Например, вырекой. Дарить себе хорошие воспоминания. В конце концов. Продолжение следует... 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 Прямо такая романтичная обстановка. Да, Ромик? Романтичная обстановка? Романтичная обстановка. Романтичная обстановка. Романтичная обстановка. Романтичная обстановка. Романтичная обстановка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, с тобой в той стороне ни разу не были. Там же еще какой-то проход есть, никто ни разу не ходили. Так, вот прохинкали, а прохинкали. А вот здесь должен быть батон, где-то вот с этой стороны напротив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, не вижу. Не видишь, да? Где-то здесь я видела по карте что-то, ну, прямо на кротик. Ну что, куда идти, короче, ребят, мы потерялись. Может, мы мимо прошли? Роман, где-то вот по этой стороне надо пройти еще раз. Здесь прохинкали уже одна. А, нет, тут вот, по-моему, где-то там. Что, может, спросим у кого-нибудь? Слушай, а она вот здесь где-то. Я по карте сделал, где-то вот так она должна. Как-то так, что ли? Вот она она. Вот. Вот это, наверное, заведение. А, нет. Душа. Осетии. А это что? Морена. ПЗ. Вообще не знаю, где. Куда идти-то? Короче, смотрела дома по карте. Вроде бы все понятно. А оказывается, что нифига непонятно. Сейчас пойдем. Мне кажется, мы пробежали его. Все на улицу. Все на улицу. Все на улицу. А, вот оно, наверное, нет? Короче, наверное, надо у кого-то спросить. Иначе мы тут долго будем с Ромой гулять. Глудить-ходить. А может быть, где-то здесь? Обрау Турсо. Даш, идем. Идем. Что-то вообще глотал уже. На дорогу вышли. Ратушка. Тукан. Так. Ром, ты куда побежал-то? Вот сейчас спросили у молодого человека. Он нам объяснил, куда идти. Дэвид, мисс, по реке. А там увидим. Пойдем смотреть. А, ну надо ногу рекеять. Потому что там же говорили, что огоньки еще много. Да, там мостик, да? Что-то написали зрители. Пойдем искать. Как чудесно, что с пароходом. Как чудесно. Она не спешит, не устала. Ну, давай поздравлю, глянь. Хочется везде сходить, но нет возможности. Есть желание, но нет возможности. Самолеты низко летят. Прямо вниз по реке. Но я почему-то, когда смотрела на карте, этот батон был обозначен рядом с Прохинкали, там напротив. Как будто бы они были друг друга. Сейчас найдем. Сейчас найдем, да? Ты знаешь, куда идти. Понял? Ну, пошли. Мы рано свернули, да? Да. На полуфляму еще типа найдем. Вот оно, вот. А, вот оно? Вот. Вот, ребят, мы нашли. Все-таки язык до Киева доведет. Ой, правда, как живописно здесь. Здесь красиво. Мне уже все нравится. Я надеюсь, что ты против вот, если будем снимать. Потому что мы рассядем за столик, а потом включимся. Сейчас сядем за столик, повыбираем. Сейчас сядем за столик, повыбираем. В общем, ребят, мы сядем за столик на улице, ждем от пациента. Потому что 2 минуты 10 прошло, к нам никто не подходит. Определились с заказом. Закажем шашлык. Мы себе решили шашлык. Я возьму греческий салат, так как мне есть, вообще ничего не взять. Сейчас после отравления. Но я закажу, как у салат. Типа для себя, конечно, есть будет руху майон, ну и стакан, супа рома, будет пиво. Ждем, когда нам подойдет пациент. И потом оформляется заказ. Короче, ребят, посидели. 30 минут нам так никто и не подошел. Рома психологу сказал, пошли в другое место. Хочет есть голодные, только ждать уже не готовы. Поэтому посиделки нам в шахпурзинском ресторане не удались. Идем куда-нибудь искать другое место. Выходят мимо, проходят официанты. Нас сами-то посадили и игнорируют, не подходят. Ну, не знаем. Может быть, сильно большая загруженность, много народу. Ну, вот там половина столов. Ну, половина столов свободная, но... Ходит, смотрит мимо и проходит. В серии никаких движений. Ну, Рома даже позвал, говорит, девушка, подойдите. Она посмотрела, проигнорировала и дальше пошла. Я уже видела, что ты сидишь с ним с телефоном в руках. Он снимает, не подходит. Да, при чем с телефоном в руках? В общем, короче, не понравилось нам обслуживание. Нас проигнорировали. Пошли мы куда-нибудь другое место. В общем, ребята, мы идем во фрегат. Ребята, в общем, пришли мы во фрегат. Сели под крышей. Потому что там на улице все столы депозитные. Ребята, заказали греческий салат. Шашлык, свинину Рома заказал. Ну и все. Сейчас поужинаем, пойдем. Покушать, наверное, один Рома, потому что мне после отравления навряд ли можно что-то есть. Я немножко вот сейчас сыр поем. И все. Такой вот ужин будет. Ребята, ну все. Мы посидели, поужинали. Всех у нас составил 2125 рублей. В принципе, я думаю, что это нормальный ценник для такого заведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова